Продолжение следует... ...надо вести, ну, как бы это сказать, сверху вниз, снаружи вглубь. То есть как только мы на каком-то верхнем уровне обнаруживаем, что есть бета-редекс, так вглубь идти больше не надо. И поэтому совершенно естественным будет вот такая функция, очень простая, как здесь обозначено хс-бета, которая просто проверяет, что если нашлось выражение, которое является бета-редексом, а это есть применение лямбда-выражения к чему-то, неважно какого лямбда-выражения, неважно к чему, сразу же выдаем true. Дальше, если у нас есть какие-то внутренние подвыражения, значит идем вглубь. Идет рекурсивный вызов хс-бета вглубь. Ну и, наконец, во всех остальных случаях, то есть когда нет вложенных выражений, и само выражение бета-редексом не является, то false. Вторая задача. Чуть-чуть более сложная, потому что там рекурсию надо было вести наоборот, из глубины наружу, надо было сначала сделать рекурсивные вызовы все глубокие, чтобы вычислить значение выражений изнутри. Ну вот сейчас посмотрим. Значит, вот задача надо было в программе, содержащей выражения, в каждом выражении заменить сумму констант на константу. Тут, если поддаться на провокацию первой задачи, попытаться делать рекурсию снаружи, вглубь, то, в общем, получается либо неуклюже, либо долго, либо вообще не получается. Я довольно мало успел проверить задач, потому что в основном присылали сегодня, а сегодня мне было совсем некогда. Значит, я проверял только то, что прислали до вчерашнего дня. Там было немного задач, но тем не менее в некоторых решениях вот была такая попытка сделать рекурсию снаружи, внутрь. То есть сначала проверить, что у нас есть сумма константа, превратить его в константу, а потом уже идти вглубь. Вот это приводит к довольно неуклюжим решениям. На самом-то деле надо, конечно, просто сначала применить рекурсивную функцию ко всем подвыражениям, а потом уже посмотреть, вот то, что получилось, является суммой константы или нет. Если является суммой констант, превратить это в константу. Тогда все получается естественно и тоже очень просто. Ну, здесь немножко более сложная структура вот этой самой конструкции, там операторы, внутри операторов выражения. Поэтому тут вот немножко все длиннее получается. Кроме того, еще немножко тут вот частично запрограммирован вывод вот этих вот операторов и выражений. достаточно большая часть программы занимает просто функции вывода, сделанные каким-то образом. Ну вот, кстати, хочу обратить ваше внимание. Вывод оператора, который содержит в себе список других операторов. Я не знаю, вот, по-моему, достаточно простое выражение с помощью фолдер. Никто не пытался им пользоваться. Хотя, в общем, здесь, по-моему, довольно естественно применять свертку. Мэп не так естественно, потому что мэп, если применять, то вот этот список операторов превращается в список строковых представлений оператора, а потом все их надо склеивать. А это не очень эффективно и не очень рекомендуется делать, если можно обойтись другими способами. Как правило, вот при программировании такого вывода пользуются функции Shows, которая присоединяет строковое представление того или иного объекта к строке. И поэтому тут естественнее будет фолдер, который применяет Shows и затем присоединяет к строке с помощью оператора комбинирования функций. И вот довольно коротко записанная и быстро работающая функция. Ну ладно, а это, собственно говоря, мелочи. Основное, что делается, делает вот эта функция Eval. И вот она-то как раз, в случае, если у нас есть бинарный оператор, прежде всего вычисляет значения операндов E, E1 и E2, а потом уже смотрит, что получилось. И в случае, если то, что получилось, это сумма констант, тогда в результате должна получиться константа. Если нет, ну тогда, значит, это остается бинарным оператором, но только уже вот эти операнды, вообще говоря, преобразованные. Для всех остальных конструкций все еще проще. Для унарного оператора нужно просто вычислить его оперант, тут ничего не упростить. Для всех остальных случаев вообще выражение остается самим собой. Ну вот среди тех решений, которые я видел, было несколько близких вот к этому, чуть более сложно записанных, правда. Ну, как обычно, нашлось два абсолютно одинаковых, совпадающих с точностью доидентификаторов. Уж не знаю, там, кто с кого списывал или с интернета, ну да, не важно. Вот. Ну вот так. Это было последнее домашнее задание, и сегодня у нас с вами последняя лекция. Лекция посвящена довольно сложной теме. Это комбинаторная редукция. Когда-то на одной из лекций мы с вами рассматривали язык, или скорее систему программирования FP, functional programming, в которой программы на самом деле не содержали никаких никаких переменных и никаких значений в явном виде в программе, потому что вся программа представляла собою комбинацию различных комбинаторов. Почему это хорошо? Мы могли видеть, например, вот когда мы рассматривали преобразование на графах, потому что как только встречается лямбда-выражение, так тело этого лямбда-выражения приходится копировать. И это копирование на самом деле это самое плохое, что есть вот в этой вот редукции на графах. То есть сама по себе модель вычисления на графах хороша, если бы только вот избежать еще копирования, было бы совсем замечательно. Копирование происходило от того, что вот надо было исполнять вот эту бета-редукцию, а бета-редукция подразумевала подстановку в тело лямбда-выражения. В комбинаторном программировании мы обходились без бета-редукции вообще, потому что там вся программа строилась как набор применения комбинаторов к другим комбинаторам. Там были только, ну можно сказать, дельта-редукции, потому что там было применение известных комбинаторов к другим известным комбинаторам и другим константам. Больше ничего не было. Может быть, если убрать бета-редукции вообще и оставить только комбинаторы и дельта-редукции, мы решим эту проблему, нам не понадобится ничего копировать. В общем, на самом деле, это действительно так. Хотя, все-таки, это немножко такое теоретизирование. Потому что, конечно, переход к чисто комбинаторному программированию приводит, ну, все-таки, скажем так, к малочитаемым программам. И вот так вот напрямую ограничиться только комбинаторным программированием наверное, наверное, не надо. Но стоит обсудить вот это комбинаторное программирование и комбинаторную редукцию, ну, хотя бы вот примерно с той же точки зрения, с какой мы рассматривали чистое лямбдоисчисление. Есть практически применимое лямбдоисчисление. Лямбдоисчисление легло в основу всех функциональных языков программирования и функционального программирования как парадигмы вообще. А есть вот некие теоретические основы, которые говорят о том, что само по себе вот это вот лямбдоисчисление самодостаточно. То есть вот не нужно никаких там ни констант, ни стандартных функций. Все можно смоделировать в чистом лямбдоисчислении. Практически это применить, наверное, невозможно, но теоретически это интересно. С комбинаторной редукцией, с комбинаторным программированием делом стоит практически так же. В чистом виде, наверное, применять только лишь комбинаторную редукцию смысла не имеет. Слишком получаются запутанные, сложные и тяжелые для восприятия программы. Но как идея имеет смысл рассмотреть вот этот подход. Избавиться от переменных вообще. Оставить только комбинаторы, и, соответственно, тогда не будет никаких бета-редукций, в графовых преобразованиях не будет никакого копирования, останется только дельта-редукция. Достаточно ли комбинаторов, и как много нужно комбинаторов для того, чтобы удалось смоделировать все, что угодно? Оказывается, очень немного требуется. Введем несколько основных комбинаторов. Ну, впервые это было предложено в статье на немецком языке. К сожалению, сейчас не помню наизусть имя автора. Но, в общем, название комбинаторов, буква, которая называется комбинатор, на самом деле для тех, кто знает английский язык, неестественно. Для тех, кто знает немецкий язык, может быть естественно. Я, к сожалению, к ним не отношусь. Вот комбинатор К – это вычеркиватель. Вычеркиватель – это комбинатор, который, на самом деле, применим к двум операндам и оставляет из них только первый, а второй вычеркивает. На самом деле, с таким комбинатором мы уже знакомы хотя бы из чистого лямбда-исчисления. Второй комбинатор – это распределитель, комбинатор S. Распределитель – это комбинатор, который имеет три аргумента. Первые два из них, F и G, это некоторые функции. И он применяет эти функции F и G к аргументу X следующим образом. G применяет к X, а потом F применяет к X и результату применения G. На самом деле, вот этих двух комбинаторов вполне достаточно для представления любой функциональной программы. Но мы введем еще третий комбинатор – комбинатор тождества. Тождественный комбинатор, который выдает просто свой аргумент. Ну, вот этот комбинатор I выразим через K и S следующим образом. I – это S, примененное к K и K. Если S применить к K и K, мы получим I. Ну, как убедиться в том, что это на самом деле одно и то же? Надо посмотреть, верно ли, что, если мы действительно применим S к K и K, то давайте посмотрим, что получится просто. S – это вот такой комбинатор. Если мы применим его к аргументам F и G, K и K, значит, мы возьмем вот это тело, лямбда X, F от X и G от X, и вместо F и G подставляем K, получаем вот такую штуку. Теперь видим, что в теле этого лямбда-выражения комбинатор K, вычеркиватель, применяется к X и K от X. Но вычеркиватель вычеркивает второй аргумент. Поэтому на самом деле он просто K применяет к X. В результате этого применения получается просто X. Значит, при применении K к X и чему-то получается просто X. То есть в теле вот этого лямбда-выражения остается просто X. Но мы видим, что это и есть как раз тождественный комбинатор I. Так что вот этот комбинатор I введен просто для удобства. Мы в дальнейшем увидим, что его применение иногда, в общем, приводит к более коротким вычислениям. Здесь вот эти комбинаторы определялись через лямбда-выражения. На самом деле удобно определять их в виде уравнений, без использования лямбда-нотации. Вот комбинатор S определяется таким образом, что если S применить к F, G и X, то получится F от X и G от X, ну и так далее. То есть это вот типичное уравнение, примерно так, как мы записывали в Хаскеле, уравнение для функций. И вот это уравнение, которое определяют комбинаторы S, K и I. Хорошо. Если вся программа состоит только из применений этих комбинаторов и не содержит лямбда-выражений вообще, то на самом деле нужно просто понять, какие правила, дельта-правила, соответствуют вот применениям этих комбинаторов. И тогда преобразование не потребует никаких копирований. Надо сказать, что вот из этих трех комбинаторов по крайней мере два являются чистыми селекторами. K и I. Они просто выдают один из своих аргументов. Если вы помните прошлую лекцию, то там вот, когда мы говорили, что вот нужно применить функцию, которая возвращает свой аргумент или один из своих аргументов, то на самом деле это порождает некоторую сложность. Надо вводить вершины-синонимы или что-нибудь еще делать. Некое не копирование, но некоторые дополнительные вершины в графе все-таки появляются. Так что в данном случае тоже дополнительные вершины будут появляться, но это все-таки не копирование. Вершины-синонимы появляться будут, да. Ну, давайте теперь все-таки посмотрим, а как произвольное выражение, содержащее лямбда-выражение, преобразовать в выражение, содержащее только комбинаторы. Введем такую функцию, функцию абстрагирования от переменной. Это функция, которую мы будем применять к произвольному выражению, в том числе содержащему некоторые переменные, и которая будет абстрагировать это выражение от переменной x, то есть вычислять такое выражение, что если мы его применим к x, мы получим e. Мы как бы получаем функцию. Из e мы получаем функцию такую, что если мы ее применим к x, то у нас получится e. то есть, если в e есть свободные переменные x, то функция абстрагирования на самом деле образует как бы вот такое лямбда-выражение, лямбда x точка e. Но на самом деле эта функция абстрагирования не будет вводить никаких лямбда-обозначений, она будет преобразовывать выражение e, используя только комбинаторы. И это и позволит нам в конце концов избавиться от всех лямбда-выражений. Будем сокращенно записывать вот эту функцию абстрагирования вот таким образом. В x в квадратных скобках e. Это вот результат абстрагирования от переменной x в выражении e. Ну, если само выражение просто представляет собой переменную x, то очевидно, что абстрагироваться от нее очень просто. Это просто комбинатор i. Ну, это очевидно. Действительно, i от x как раз и есть x. Если выражение представляет собой любую константу c, то для того, чтобы абстрагироваться от переменной x, достаточно применить к константе вычеркиватель. Потому что действительно, теперь, если мы этот вычеркиватель k от c применим еще и к x, то этот вычеркиватель вычеркнет второй аргумент, останется просто c. Ну, совершенно аналогично, если выражение представляет собой переменную, но не x, то так же, как и в случае константы, мы просто применяем вычеркиватель. Если выражение представляет собой применение e1 к e2, то мы сначала последовательно абстрагируемся от переменной x в e1 и в e2, а потом к этим результатам применим s. Проверим, действительно ли получится то, что нужно. Вот если результат этого нашего преобразования мы применим к x, то, ну, вот как работает распределитель? Он применяет вот эту первую функцию к x и результату применения второй функции к x. Если мы вот эту вторую функцию применим к x, мы получим e2. Если мы вот эту первую функцию применим к x, мы получим e1. И вот этот e1 применяется к e2. То есть, как раз мы получим ровно то, что хотели. e1, e2. Так что это все действительно правильно. И вот так и следует поступать. Никаких других выражений у нас не будет. Ну, еще могли бы быть лямбда выражения. Но к лямбда выражениям мы не будем никогда применять функцию абстрагирования. Наоборот, мы вот всегда абстрагируемся от переменной в выражении, которое само по себе никаких лямбда конструкций, никаких лямбда выражений уже не содержат. Поэтому никаких правил абстрагирования от переменной для лямбда выражений вводить не надо. С помощью этой функции абстрагирования можно записать, каким образом переводится произвольное выражение в комбинаторную форму. константа сама по себе находится в комбинаторной форме. Константа сама по себе не содержит никаких лямбда выражений. Константа и есть константа. Точно так же любая переменная сама по себе тоже находится уже в комбинаторной форме. Ничего с ней специального делать не надо для того, чтобы избавиться от лямбда x. Вот если выражение имеет вид лямбда x.e, то есть это есть лямбда выражение, то мы специально для этого вводили функцию абстрагирования. Если абстрагироваться от x в выражении e, мы как раз и получим выражение эквивалентное вот этому лямбда x.e. Специально для этого все и было сделано. Ну и наконец, если мы имеем применение e1 к e2, то конечно же можно просто по отдельности перевести в комбинаторную форму выражения e1 и e2, они вообще говоря независимые, друг на друга никак не влияют, и потом результат первого преобразования применить ко второму. вот это правило преобразования любых выражений, в том числе содержащих главное лямбда выражения, правило преобразования любых выражений в комбинаторную форму. мы будем применять функцию абстрагирования как только встречаем вот это лямбда x точка e. А эта функция абстрагирования возьмет тело и любое вот это вот тело преобразует по правилам вот этого вот этих вот вот этого вот абстрагирования. при этом если внутри там какие-то сложные сложные конструкции, которые тоже в свою очередь могут содержать лямбда выражения, то мы просто рекурсивно к ним применим вот эту функцию преобразования комб, поэтому при абстрагировании от переменной x здесь уже никаких лямбда выражений не будет. Функция абстрагирования применяется уже к выражениям, которые сами не содержат никаких вот этих лямбда конструкций. Отлично. Мы получили некий некий инструмент, посмотрим как он работает. Пример. Рассмотрим очень простенькую функцию, которая содержит два лямбда выражения. Лямбда x лямбда y плюс x y сложить x y. На самом деле комбинаторная форма этого выражения очень простая. Мы можем найти ее очень просто. Ведь это просто сложение двух переменных и больше ничего. Поэтому плюс является вполне адекватным выражением для вот этой исходной функции. И плюс, разумеется, как константа, уже находится в комбинаторной форме. Однако давайте попробуем применить правила вот так, как мы их записывали. то есть по вот тем правилам чисто формально преобразуем выражение лямбда x лямбда y плюс x y в комбинаторную форму. Ну, поскольку это есть лямбда x, значит, нужно абстрагироваться от x и преобразовать тело в комбинаторную форму, ну, а потом абстрагироваться от y и преобразовать тело в комбинаторную форму. Поэтому первый шаг, ну, или точнее первые два шага, это вот какие. Мы должны абстрагироваться от x и y, преобразовав в комбинаторную форму выражение плюс x y. Плюс x y это применение плюса сначала к x, а потом к y. Значит, мы должны по отдельности преобразовать плюс в комбинаторную форму, x в комбинаторную форму, y в комбинаторную форму. Значит, опять тут два шага сразу сделаны, получили вот такое выражение. Ну, на самом деле плюс x и y, конечно же, являются просто либо константами, либо обычными переменными, их преобразование в комбинаторную форму очень простое. Плюс x и y. Так, от лямбда выражений мы избавились, от функции комб уже избавились, теперь надо заниматься абстрагированием от переменных, то есть навешивать комбинаторы k, s, i. Смотрим, что получается. Абстрагируемся от y. Поскольку это некое применение чего-то к чему-то, то мы должны при абстрагировании применить распределитель s. и получаем, значит, мы плюс x применяем к y. Значит, вот получаем плюс x, в котором должны абстрагироваться от y, и y, в котором должны абстрагироваться от y, и s применить вот к этим двум операндам. Чисто формально вот таким образом мы записываем. Далее, следующий шаг. Следующий шаг, это опять поскольку здесь вот мы абстрагируемся от y в применении плюс к x, то надо опять по отдельности абстрагироваться от y в плюсе и в x, и применить распределитель s. получаем вот такое выражение. Ну, тут кое-что можно сократить уже. Вот абстрагироваться от y в y, это i, абстрагироваться от y в x, это kx, абстрагироваться от y в плюс, это k плюс. Мы уже сделали один полный шаг, полное абстрагирование от y. Ну, видим, что на самом деле выражение получилось достаточно сложным. И оно грозит стать еще более сложным, потому что теперь мы будем абстрагироваться от x вот в этой вот сложной функции, где s применяется к результату применения s, к результату применения того и сего, и у нас опять все будет наращиваться, вот это вот. Ну, посмотрим. Теперь я уже подробно рассматривать это не буду, просто увидим, как вырастает вот это все. Абстрагирование от x в s, вот это абстрагирование проваливается внутрь два раза, и применяем опять распределитель s. еще раз абстрагирование от x снова проваливается внутрь, это абстрагирование два раза, и появляется снаружи распределитель s. Ну, вот там вот абстрагирование от x и сразу же превратилось в k от i. тут все просто, тут исчезло быстро. Еще несколько шагов уже без комментариев. И вот, наконец, мы получили выражение, в котором уже не содержится никаких применений функции абстрагирования. То, что мы получили, есть комбинаторное выражение для функции сложения. Ну, вот отсюда уже сразу видно, насколько сложные можно получить выражения из очень простых вещей. Хотелось-то бы получить на самом деле просто плюс. Понятно, что вот это было бы самым естественным выражением для той функции. Вместо этого, выполняя все вот эти действия, мы получили вот такое длинное выражение, пожалуй, самое сложное из известных мне выражений для функции сложения. Конечно, сама функция сложения там присутствует, но для того, чтобы что-то с помощью такой функции сложить, нужно сделать очень много шагов. Ну, можно убедиться в том, что это все-таки функция сложения. Ну, если мы применим ее к константам 2 и 3, мы действительно получим пятерку. Ради интереса попробуем сделать несколько шагов таких преобразований. Итак, мы применяем вычеркиватель к вот этому сложному выражению, затем к к и и потом к двойке. Ну, я сначала к двойке применю, а потом то, что получится, применю еще и к тройке. Должны получить пятерку. Давайте посмотрим, как к двойке происходит применение, как эта двойка проникает внутрь выражения и запоминается там. Значит, здесь вот этот распределитель применяет вот эту функцию к и и двойке. Давайте сначала преобразуем... Все равно, в каком порядке делать. Давайте сначала преобразуем вот это внутреннее выражение. Поскольку у нас вычисления комбинаторные, то не нужно заботиться о нормальном порядке редукции. При нормальном порядке редукции мы должны были бы заниматься копированием. Но здесь нам этого делать не нужно. У нас комбинаторное программирование, мы можем всегда все вычислять энергичным образом, а это более эффективно. Поэтому вот подчеркнутое выражение, мы сначала его будем обрабатывать, внутреннее вот это выражение, а потом уже снаружи применять. Нет, я вам наврал. На самом деле мы все-таки будем в нормальном порядке редукции делать. На самом деле в данном случае совершенно все равно. Да, в нормальном порядке редукции. Итак, значит, S применяется к вот этой функции, подчеркнутой F, вот этой функции G, и вот к этой двойке. Ну, это распределитель, он двойку распределяет между двумя применениями функций. Дальше. Дальше занимаемся вычислением все-таки вот этого подчеркнутого выражения. Здесь S применяется. Я уже сам не помню, в каком порядке тут что делается. Вот сделали один шаг. Что тут у нас случилось? А пока что ничего не случилось с ровным счетом. Я просто переписал чуть-чуть вот эту строчку, которая была выше, переписал, заменив вот это K от I и 2 на K от I и 2. Больше ничего не сделал. Следующий шаг преобразования. Опять вот этот вот распределитель S применяется к функции одной, K от S, к функции другой и к двойке. Значит, двойка опять распределяется. Мы получаем K от S от 2 и вот эту функцию от 2. Я уже немножко устал следить за этим подробно. Давайте я просто пощелкаю и поверим, что здесь действительно все правильно происходит. вот в конце концов мы пришли к вот такому выражению. плюс и двойка прицепились, привязались к комбинатору K, к вычеркивателю, который готов второй аргумент, если только ему предложить этот второй аргумент, он готов вычеркнуть этот второй аргумент и предоставить чистый плюс и чистую двойку. Это вот характерно для этого преобразования. Если мы имеем применение функции плюс к недостаточному количеству аргументов, ну в данном случае к одному аргументу, к двойке, то вот эта двойка проникает внутрь выражения и запоминается там. Запоминается вот в таком виде, в виде аргумента вычеркивателя. Как только появится следующий аргумент, так вот этот вычеркиватель, этот второй аргумент вычеркнет и плюс нам оставит. А второй аргумент этот на самом деле он сохранится тоже, потому что есть еще и вот этот вот распределитель. И распределитель этот второй аргумент сохранит. Теперь, если вот это выражение применить к тройке, то будет видно, как происходит вот это вот распределение тройки и привязывание его в качестве второго аргумента вот сюда к плюсу и к двойке и сохранение этого второго аргумента вычеркивателем, распределителем. Посмотрим. На первом шаге распределитель один раз сохранил вот эту тройку, размножил ее и у нас и применяется к тройке, ну и при применении к тройке даст ту же самую тройку. Тройка на самом деле просто раздвоилась в данном случае. Потом мы еще раз применяем S, вот этот вот распределитель, и он еще раз размножит эту тройку и привяжет эту тройку к вот этому вызову с плюсом, к вот этому вызову с двойкой и вот, собственно говоря, аргумент тройка, которая, ну который и будет тем самым аргументом, который сыграет свою роль. Ну теперь, наконец, вычеркиватели K вычеркнут вот эту вот тройку размножившуюся и сохраненные плюс и двойка останутся на месте, ну и теперь мы, наконец, можем применить плюс к двойке и тройке и получить пятерку. Да, большая победа. Понятно, что это все работает и даже более-менее понятно, каким образом мы строим вот эти все выражения. Но понятно тоже, что это крайне малоэффективно, и поэтому, хотя с точки зрения чистой теории этого вполне достаточно, давайте все-таки немножко попробуем ввести некоторые дополнительные конструкции и преобразования, которые позволят нам все-таки получать более простые выражения, так называемые оптимизации. Было придумано довольно много различного рода оптимизаций. Мы рассмотрим некоторые из них. Вот оптимизация карри. Давайте при преобразовании выражений введем следующие правила. Это естественные правила в том смысле, что они действительно работают. Левая и правая части этих правил это эквивалентные функции. Тем не менее, мы если увидим применение, например, S сразу же к двум выражениям, имеющим вид K, E1 и K, E2, то вместо того, чтобы там брать третий аргумент и распределять его, мы сразу же преобразуем вот это выражение в выражение K от E1, E2. Ну и второе правило, если мы увидим, что S применяется к первому аргументу K, E1 и второму аргументу E, то сразу же просто все вот это преобразуем в E1. Второе правило. Это вот два оптимизационных правила оптимизации карри. Ну, во-первых, это действительно правильные правила, потому что слева и справа действительно одинаковые функции. Это можно проверить. Вот если левую часть применить к X, значит, мы применяем распределитель вот к таким трем аргументам. Распределитель мы знаем, как работает. Это значит, K, E1 применяется к X и потом еще K, E2 применяется к X. Ну, вычеркиватель вычеркнет свой второй аргумент и останется на этом месте E1, а на этом месте K вычеркнет тоже свой второй аргумент и останется E2. Так что это действительно E1, E2. Это ровно то же самое, что если мы правую часть вот эту K от E1, E2 применяли бы к X. Ну и второе правило, тоже легко убедиться в его справедливости. Тоже если мы применим левую часть к X и применим вот это правило для распределителя, мы опять получим вот такое выражение E от X даст нам просто X. K от E1 и X вычеркнет один из этих X, останется E1 и значит это действительно E1 от X. Ну, в правой части у нас тоже E1, так что это действительно одна и та же функция. Отлично! Мы получили два таких оптимизационных правила. Ну, вот это нам позволило бы сложные выражения на самом деле быстрее приводить к более простым. Кроме таких оптимизаций можно добавить еще лишних комбинаторов. У нас слишком мало комбинаторов для того, чтобы получать достаточно короткие выражения. Опять же, разные авторы вводили разные свои комбинаторы и обосновывали их полезность. Ну, вот, один из вариантов можно ввести вот такую пару комбинаторов дополнительно. Комбинатор B, композитор, который устраивает композицию из двух функций F и G уравнений для этого комбинатора вот такое. Если применить его к F и G и к X, то это все равно, что F применить к G от X. Ну, то есть, он действительно из функций F и G устраивает их композицию. Старый знакомый комбинатор. И еще такой вот перестановщик, тоже старый знакомый комбинатор, который, будучи примененным к F на самом деле переставляет аргументы у этого F. В Хаскеле это называлось flip. Ну, и, соответственно, правило для него, если перестановщик применить к F X и Y, это все то же самое, что F применить к Y и X. Если мы ввели дополнительные комбинаторы, то можно ввести еще и дополнительные оптимизационные правила, дополнительные оптимизации. Вот правила 3 и правила 4 будут такими. Если S применяется K, E1, а вот это второй оперант E2 не имеет вида ни K, E2, ни I, если этот E2 имеет вид K от E2 или I, то мы применяем соответственно первое или второе правило. Если же нет, если другой вид имеет этот оперант, тогда применяем третье правило применение композитора. Это B от E1 и E2. Ну и четвертое правило наоборот. Если вот второй оперант распределителя имеет вид K E2, а первый не имеет вида K E1, тогда мы применяем не правило 1, а правило 4 и преобразуем вот это в C от E1 и E2. Опять же, можно убедиться в том, что эти правила работают, просто посмотрев, что при применении к X левой и правой части мы получаем одно и то же. Если применяем левую часть к X получаем вот такую вещь, вычеркиватель вычеркнет второй аргумент, тут будет E1 от E2 и X, а это действительно просто комбинация двух функций E1 и E2, значит, можно применить комбинатор B к E1 и E2 к X, это будет то же самое. Ну и четвертое правило точно так же, если мы применим распределитель здесь такой ситуации, то поскольку там у нас вычеркиватель, он вычеркнет второй аргумент, тут останется E2, и вот видите, здесь надо просто переставить аргументы для того, чтобы получить E1 от E2. Ну и если вот мы применим этого перестановщика к E1 и E2, мы как раз получим то же самое. Вот. Я напоминаю наши четыре правила, вот эти вот, и попробуем применить их на практике вот при преобразовании вот этого нашего длинного выражения. Будем искать в этом выражении под выражение, к которым можно применить правило. И тем самым будем сокращать это наше длинное выражение. Ну вот, подчеркнутое выражение имеет вид, соответствующий первому правилу. Поэтому мы можем применить это первое правило и получить более короткое выражение. Здесь вот, K от E1 и E2. Ну, K от K и плюс. Вот. В этом выражении есть еще одно подвыражение, которое, которому применимо правило 2. Здесь второй оперант, есть дождественный комбинатор И. Опять применяем это правило и заменяем его просто на K. В этом новом выражении опять есть подвыражение, которым можно применить правило 1. Применяем его. Здесь все вот это выражение подходит под правило 4. Это S от чего-то и K от I. Поэтому применяем вот этот перестановщик C и получаем вот такое выражение. C вылезло вперед. К этому выражению можно применить правило 3. Здесь S от K от E1 и чего-то еще. опять применяем правило 3 и получаем вот такое выражение. Ну и так далее. Опять применяем правило 3 и получаем вот такое выражение. Здесь уже никаких больше правил применить не удается, но все-таки наши оптимизации привели к тому, что исходное очень длинное выражение все-таки стало раза в два короче за счет введения дополнительных комбинаторов, правда. Сначала вот 3 раза мы применяли правила, которые не вводят дополнительных комбинаторов, а потом еще 3 раза применили правила, которые вводят дополнительные комбинаторы. Но тем не менее это вот такое более обозримое выражение. опять можно проверить, что если применить вот это выражение к двойке, то мы опять получим то же самое, что уже получали и раньше. Вот эта двойка попадет внутрь и привяжется комбинатор рука. На самом деле нет смысла сначала полностью абстрагироваться от всех переменных с помощью вот тех исходных правил, а потом пытаться оптимизировать выражение. Можно оптимизации ввести прямо в процесс преобразований. На самом деле это даст нам еще более короткие формы для записи, ну просто потому, что по ходу дела мы сможем вот получать какие-то более короткие выражения. Давайте немножко изменим наши правила абстрагирования. Ну первые три простых правила останутся конечно теми же самыми, потому что здесь во-первых не вводится никакого распределителя, про который все правила говорят, а во-вторых потому что они и так достаточно простые. А вот если мы абстрагируемся от х в применении Е1 к Е2, тогда надо рассмотреть вот эти Е1 и Е2 более подробно. И мы будем рассматривать их структуру. И если их структура имеет определенный вид, вид соответствующий некоторым правилам, то мы сразу же будем применять оптимизации для того, чтобы вот этот вычеркиватель, не вычеркиватель, вот этот распределитель сразу же сводить к более простым конструкциям. Ну вот если первый оперант Фёст есть К от М, а второй оперант есть И, то вместо того, чтобы абстрагироваться от Е1 и Е2, мы сразу же получаем просто М. ну и так далее. Вот на самом деле здесь вот эти вот четыре правила соответствуют четырем нашим правилам оптимизации. Значит, мы сначала абстрагируемся, да, мы сначала все-таки абстрагируемся, конечно, от Х в Е1 и Е2, получаем вот это первое и второе операнды, а потом вместо того, чтобы применять распределитель, мы сначала посмотрим, что у нас получилось. И если у нас получились какие-то конструкции определенного вида, то мы можем обойтись без вот этого распределителя. Вот это четыре правила. И только в том случае, когда ни одно из четырех правил применить нельзя, тогда мы используем общий случай применения вот этого распределителя S к первому и второму результату. Давайте попробуем взять нашу исходную функцию сложения и применить правило преобразования в комбинаторную форму этого выражения вот такое модифицированное с использованием вот этих правил оптимизации. оказывается мы значительно быстрее получим выражение и при том значительно более короткое. Ну, во-первых, как и раньше, мы должны абстрагироваться от X и Y в таком выражении, тут все первые шаги естественно остаются ровно теми же самыми. Вот теперь шаги, после которых мы получали вот этот распределитель S в выражении. мы смотрим Y если абстрагироваться от Y в плюс мы получаем K от плюс если абстрагироваться от Y в X мы получаем K от X это означает, что если мы абстрагируемся от Y в плюс X то это на самом деле есть просто K от плюс X ну то есть мы видим что на самом деле можно применить второе правило первый и второй оперант преобразования имеют вид KM или KN поэтому это есть K от M примененного к N значит вот если мы применяем абстрагирование к такому выражению плюс X мы получаем просто K от плюс X это оптимизация согласно второму правилу отлично дальше мы уже абстрагировались от Y теперь точно так же будем абстрагироваться от X значит мы имеем вот такую вещь мы хотим абстрагироваться от X выражений плюс X и опять же мы применяем то же самое правило и видим что у нас получается просто плюс потому что если мы абстрагируемся от X в плюсе мы получаем K плюс и если абстрагируемся от X в X то получаем I это первое правило А в первом правиле мы получаем просто вот это выражение M согласно первому правилу значит на самом деле здесь мы получаем просто плюс смотрите-ка мы всего два раза применили вот эти оптимизации сначала второе правило оптимизации потом первое правило оптимизации только оптимизации Карри И мы на самом деле получили фактически сразу же самое простое выражение вот этой комбинаторной для нашей функции. Это просто плюс и больше ничего. Аппликативные подвыражения. Применение. Причем ни в Е1, ни в Е2 не было некоторой переменной. Если мы в этом выражении будем абстрагироваться от некоторой переменной, то может оказаться так, что выражение преобразуется в неестественный вид. Вот смотрите. Вот здесь. Если мы имеем вот такую функцию, которая на самом деле от х вообще не зависит. Функция, которая просто складывает единицу с двойкой и получается вот этот результат. Если мы будем преобразовывать эту функцию в комбинаторную форму, то вообще-то говоря, вот эти вот плюс 1 и 2 хотелось бы и не трогать вообще. В них нету никаких переменных х. Тем не менее, если мы будем следовать правилам, мы должны будем абстрагироваться от х вот в этом подвыражении. И согласно всем правилам мы введем и распределители, и вычеркиватели так, чтобы распределить вот эти операнды плюс 1 и 2 и привязать их к соответствующим вычеркивателям. На самом деле, этого было делать не нужно, потому что сложить единицу с двойкой мы можем и так. Не нужно для этого никакой переменной, которая потом будет вычеркиваться, и мы будем получать эту единицу двойкой плюс заново. Тем не менее, вот при обычных неоптимизированных преобразованиях мы получаем вот такую длинную форму записи. Хорошо, а если мы применяем оптимизированные преобразования, если мы применяем оптимизации карри или там какие-нибудь другие правила, верно ли, что в этом случае мы избежим всегда вот такого преобразования аппликативных подвыражений? То есть вопрос состоит в следующем. Если в исходном выражении было подвыражение, имеющее вид Е1 от Е2, некое применение, аппликативное подвыражение, и в этом подвыражении, и это подвыражение уже имело комбинаторную форму, не содержало никаких переменных, то верно ли, что при преобразованиях с оптимизациями карри мы всегда получим ровно ту же самую комбинаторную форму, а не какую-то вот вроде вот этой. Оказывается верно. Действительно, вот в нашем, например, исходном случае, это просто пример, в нашем исходном случае, если применить правило 1, то мы сразу же получим вот такую форму. Это естественная форма. Это действительно то, что мы и должны были бы получить. Это вычеркиватель, который просто вычеркивает аргумент за его полной ненадобностью. Ну, у нас такая и функция была. Функция от аргумента, которая не используется. А само тело функции останется вот таким, плюс 1, 2. Это в данном случае достаточно было применить просто правило 1. 2. Говорят еще, что в этих случаях сохраняется полная ленивость. То есть те выражения, которые не требовали вычислений, остаются в своем первозданном виде. Они не разбиваются на части, не распределяются куда-то внутрь более сложных выражений, ну и тем самым их можно не вычислять. Вот это то, что понимается под сохранением полной ленивости при преобразовании выражений. Можно доказать теорему, ну вот сначала сформулируем такую вот лемму, что если мы применяем оптимизационное правило 1, вот это правило в оптимизации каррии, и E есть аппликативное выражение, то при абстрагировании от переменной X мы действительно всегда получим K от E, ну при условии, конечно, что в этом E нету свободных вхождений переменной X. То есть если само вот это E уже было в комбинаторной форме, в частности, то оно и останется без изменений, мы просто навесим вот этот K. Доказательства можно провести по индукции. Если E это константа или переменная, отличная от X, то вот эта форма действительно получается просто по основным правилам, без всяких там оптимизаций. Если же E имела вид E1, примененная к E2, то по основным правилам оптимизации, преобразованию вот этого абстрагирования от X, мы должны были бы получить вот такую вещь. Но по индукции, поскольку у нас E1 не содержит X и E2 не содержит X, то по индукции мы должны получить выражение K, E1 и K, E2 соответственно. Наше индукционное предположение. А вот к такому выражению мы можем применить правило 1 в оптимизации карри и получить тем самым вот это выражение. Ну, это и есть K от E. Так, значит, отсюда, нет, не отсюда, еще одну лему надо сформулировать. Еще одну лему надо сформулировать. Если E1 есть под выражение E, то оно также сохранится в преобразованном вот этом выражении E. То есть теперь E1, вообще говоря, содержится внутри E, E само по себе есть аппликативное выражение, и мы абстрагируемся от X в этом E. Так вот, если опять же мы применяем оптимизационное правило 1, то в окончательном вот в этом виде E1 также будет под выражением вот этого преобразованного выражения. То есть не только мы сохраняем вот этот вид E1 и E2, но и все входящие внутрь под выражение тоже сохраняют свой вид. Ну, опять же, при условии, что X не входит в E1 свободно. Ну, опять все по индукции можно доказать. Доказательства несложно, приводить не буду уже здесь. Вот из этих двух лем уже вытекает теорема. Что если мы применяем преобразование согласно нашим правилам, плюс применяем одно только оптимизационное правило 1, то все аппликативные под выражения в исходном лямбда-выражении сохраняются. Ну, это непосредственно следует из лемм 1 и 2. Ну, тут вот доказательства по индукции на самом деле. Ссылки на леммы 1 и 2 доказательства на самом деле проходят. Давайте вернемся теперь к редукции графов, и каким образом вот эти правила можно применить к редукции графов. Ну вот, если мы считаем, что исходные выражения преобразованы в комбинаторную форму, то в графе уже не будет содержаться лямбда-выражений. И тогда можно ввести новые правила преобразования графов, которые просто вводят дополнительные, ну вот такие, дельта-правила. То есть, как применяются, по каким правилам применяются комбинаторы к выражениям. Ну вот, эти правила применения выглядят так. Если у нас применяется комбинатор И к Е, то это просто Е. Ну вот, мы должны были бы сказать, что ссылка на вот это выражение заменяется ссылкой на Е. Ну это все так, но на самом деле, как вы помните, поскольку это просто проектор, то фактически надо будет образовать вершину-синоним и заменить ссылку на все вот это подвыражение ссылкой на эту вершину-синоним, которая будет уже ссылаться на Е. Второе правило, правило для вычеркивателя, выглядит так. Ну это вот дельта-правило, если К применяется к Е1 и Е2, то остается только Е1. Второй аргумент вычеркивается. Это тоже проектор, он просто выдает Е1, поэтому при применении этого правила тоже появляется вершина-синоним. Распределитель С от трех аргументов Е1, Е2 и Е3, ну тоже согласно правилу, теперь преобразуется в следующую форму. Е1 применяется к Е3 и к результату применения Е2 к тому же самому Е3. Копирование не происходит, все Е1, Е2 и Е3 остаются на местах. Здесь вершин-синонимов не образуется. Просто образуется новый граф, в котором образуются новые ссылки на Е1, Е2 и Е3. Ну, старый граф, разумеется, тоже никуда не девается, если только он не становится мусором. Просто образуются новые ссылки на Е1, Е2 и Е3. Вот это три основных комбинатора, и, соответственно, три основных правила редукции графов с использованием этих комбинаторов. Если у нас есть дополнительные комбинаторы, такие как B и C, то мы, соответственно, для каждого из них тоже вводим свои правила. B – композитор. Если применяется к Е1, Е2 и Е3, то строит вот такую композицию. Е1 применяется к результату Е2 к Е3. Значит, опять здесь Е1, Е2 и Е3 остаются на месте, ничего не копируется, ничего с ними не делается, просто строится новый граф, который ссылается на Е1, Е2 и Е3 по-другому. Ну и, наконец, комбинатор С, комбинатор-перестановщик. Если применяется к Е1, Е2 и Е3, то на самом деле Е1 сначала применяется к Е3, а потом к Е2. Происходит перестановка аргументов. Опять строится новый граф, в котором ссылки на эти Е1, Е2 и Е3 выстраиваются по-другому. Этот новый граф заменяет собой исходный. Вот. Ну, это правило без оптимизации. На самом деле, можно было бы еще включить сюда оптимизации, ну, тогда, правда, картинки получились бы еще гораздо более сложными. То есть, ну, вот, если там операнды тех или иных операций имеют определенный вид, тогда правила преобразования графов будут немножко другими. Итак, копирование исключено. Это несомненный плюс. Теперь мы можем еще дополнительно рассмотреть то, чего мы не рассматривали раньше в редукции графов. Я сказал, что я чуть позже это рассмотрю, отложу это на потом. А именно рекурсию. Как избавиться, как выразить рекурсию естественным образом в графе? Ну, во-первых, можно рассмотреть Y-комбинатор. Его выражение в виде вот такого лямбдовыражения, конечно, слишком сложное. На самом деле, мы можем просто рассмотреть свойства этого Y-комбинатора и ввести специальные правила для применения этого Y-комбинатора. не обязательно переходить к вот этой вот форме в виде лямбдовыражения. Если мы действительно возьмем вот эту форму и перейдем к комбинаторному выражению прямо из нее, мы, конечно, получим, в конце концов, выражение Y через другие комбинаторы, но это будет очень громоздкое выражение, и, конечно, применять его будет совершенно невозможно. Можно два других подхода применить. Во-первых, можно непосредственно сделать зацикленный граф. То есть, если у нас есть некая рекурсивная функция, то мы выражаем, мы представляем эту функцию, и в теле этой функции будут просто ссылки на нее саму, на граф этой же самой функции. Давайте рассмотрим... Да, ну и второй подход, который чуть позже рассмотрим, это вот действительно представить рекурсию в виде Y-комбинатора, но для Y-комбинатора ввести специальное правило просто. То есть ввести его как один из основных комбинаторов и представить правило для этого Y-комбинатора. Ну вот, давайте сначала этот первый подход рассмотрим. Просто на примере. Вот пусть у нас есть вот такой рекурсивный блок. В нем определяются две функции F и G, определяются друг через друга, F определяется через G, G определяется через F, и затем применяется F к двойке. На самом деле то, что здесь получается, это строится некий бесконечный список. Фактически. Ну давайте посмотрим. Вот первая функция F берет свой параметр и присоединяет его, ну, конс – это конструктор, присоединяющий голову X к хвосту, к списку, построенному функцией G. Функция G на самом деле то же самое делает, только она берет свой вот этот аргумент и возводит его в квадрат, а потом уже присоединяет его к F от X. Ну и тем самым мы получаем такой вот бесконечный список, в котором чередуются элементы и их квадраты. Если мы применим F к двойке, то мы получим 2, 4, 2, 4, 2, 4. Такой вот список. Бесконечный. Вот такая двойная рекурсия здесь использована на самом деле не очень по существу, то есть можно было бы выразить это все и без рекурсии, но это сейчас для нас не важно. Важно, что мы сможем построить граф вот для этого выражения просто с использованием таких вот зацикленных ссылок. Ну, первое, что мы сделаем, это избавимся от лямбда X, то есть преобразуем F и G в комбинаторную форму. На самом деле эта форма достаточно простая получается. Для F, если мы преобразуем в комбинаторную форму вот это выражение, мы должны будем просто абстрагироваться от X вот в теле функции, ну и довольно быстро получим просто S от конс и G. Ну и действительно видно, что это просто X, аргумент X распределяется с помощью распределителя и функции конс и G. Ну, совершенно аналогично, во второй функции происходит то же самое, только там есть еще и квадрат, поэтому мы должны или можем применить еще и композитор, сделать композицию конс с SQR, а потом точно так же применить распределитель. Так что вот мы получаем довольно простые комбинаторные формы для функций F и G. мы еще имеем выражение F от двух. Возьмем теперь вот эту комбинаторную форму S от конс и G, F, и применим ее к двум, а вместо G подставим вот эту функцию. здесь G это ссылка на выражение для G, F это ссылка на выражение для F. У нас получится циклический граф. Вот я здесь напоминаю, как выглядели эти все наши выражения. вот сначала строим граф для F, S применяется к конс и G, это граф для F. Теперь отдельно граф для G, здесь S применяется к B от конс и SQR и F. Теперь заменяем. Ссылка на G это ссылка вот на этот граф. Ссылка на F это ссылка вот на этот граф. Получается на самом деле, а да, еще есть выражение F от двух, которое отдельно выглядит вот таким образом, и здесь тоже F это просто ссылка на F. Если теперь все эти ссылки нарисовать в явном виде, то мы получим вот такой полный граф. Главное выражение в нем вот это, F от двух, это то, что мы хотим вычислять. F это вот это подвыражение ссылающееся на G, но внутри этого G имеется снова ссылка на F, циклическая ссылка. Мы тем самым получили вот такой циклический граф. До сих пор у нас не было графов, в которых ссылки шли наверх, так сказать. Тем не менее, это, в общем, не мешает нам в вычислениях. Конечно, если мы захотим преобразовать вот это выражение полностью, то бесконечный список мы, конечно же, построить не сможем. но если мы, например, применим еще какую-нибудь функцию там, взятия какого-нибудь первого элемента из этого списка или второго элемента из этого списка, то это вполне конечное выражение, и если мы возьмем вот этот граф в качестве подграфа такого выражения, то, в общем, все у нас получится. Давайте возьмем вот этот граф и сделаем несколько шагов преобразований, чтобы посмотреть, каким образом этот граф все-таки преобразуется, каким образом в нем вычленяются вот эти вот первые элементы списка. Первый шаг. Вот мы проходим по левому гребню, натыкаемся на S, и значит, мы должны применить вот этот распределитель к вот этому графу. Граф преобразуется согласно правилам преобразования для комбинатора S, и мы получаем вот такой граф. Значит, мы образовали новую структуру, новый граф, в котором содержатся ссылки на все подвыражения, которые были в исходном графе. Мы сделали один шаг и видим, что на самом деле, если мы сейчас пройдем по левому гребню этого графа, мы воткнемся в конс. Очевидно, что мы начали строить список. Мы конс применяем к двойке и опять же к сложному подвыражению, которое в конце концов приведет к хвосту этого бесконечного списка. Список, конечно же, будет бесконечный, если мы будем строить его дальше, то мы вот здесь построим квадрат этой самой двойки, у нас получится конс от этого квадрата в качестве второго элемента списка. Ну, граф уже будет достаточной степени запутанным, так что строить, наверное, ну давайте вот шаг один я сделаю, вот этот конс. получу вот эту двойку. Конс на самом деле образует конструктор двоеточия. Применение функции конс дает нам конструктор двоеточия. Но теперь нам нужно будет преобразовывать вот это подвыражение для того, чтобы получить следующие элементы списка. Ну и в общем я это дальше проделывать не буду, тем больше до конца все равно нам ничего получить не удастся. Ну, можно еще сказать, что в ленивой схеме на этом можно остановиться. Мы получили первый элемент списка, а что там второй, но если потребуется, то мы потом его получим. А если нет, то в принципе это вот вполне нормальное представление для окончательного результата этого бесконечного списка. Правда, граф получился циклический. Второй вариант это непосредственно использование Y-комбинатора. Действительно, иногда бывает сложно вот так вот непосредственно построить циклический граф. Ну, общее правило. Если у нас есть рекурсивное определение, определяется некоторое F через выражение E, внутри которого есть обращение к F, то естественным образом мы строим это, применяя Y-комбинатор вот к такой штуке. Ну, как мы раньше поступали. Мы говорили, что мы образуем новое выражение лямбда F точка E и применяем к нему Y-комбинатор. Здесь на самом деле написано ровно то же самое. вот это абстрагирование от F в выражении E это ровно то же самое, что построить лямбда F точка E. Только в комбинаторной форме. И к нему применяется Y. Так что здесь все, в общем, понятно. Вот если у нас есть выражение с достаточно сложной рекурсией, вот посмотрите здесь. В E1 могут быть ссылки на G. А в E2 могут быть ссылки как на G, так и на F. То есть вообще говоря, в этом сложном выражении встречается такая вложенная рекурсия. Вот такую вложенную рекурсию довольно трудно обработать. непосредственно в комбинаторную форму преобразовать трудно. Но вот Y-комбинатором воспользоваться сравнительно просто. Действительно, мы говорим, что F есть применение Y-комбинатора, вот навесили сюда λF, в E1 будет встречаться этот F, как в теле этой функции, просто применили Y сюда. Точно так же поступили здесь внутри с G. Навесили λG на выражение E1 и применили Y-комбинатор. Мы получили вот здесь выражение, в котором есть Y-комбинаторы и которые уже содержат вот такую простую рекурсию. теперь уже к комбинаторной форме этого F перейти очень просто. Чтобы перейти к комбинаторной форме вот этого выражения, нужно просто абстрагироваться от F и X в этих подвыражениях. Ну, это уже сравнительно просто сделать. А вот теперь введем правило для преобразования Y-комбинатора. Оно оказывается довольно простым, хотя и порождает вот как раз тоже циклический граф. Ну, естественно, порождает циклический граф. То есть, если Y применяется к чему-то, то это то же самое, что E применяется к себе, ну, не к E к самому, а к вот этому же самому применению E к себе. это как раз и есть вот такое простое графическое выражение применения Y-комбинатора. И не нужно совсем строить вот какое-то более сложное комбинаторное выражение. Таким образом, если мы имеем рекурсию, мы можем всегда построить граф с использованием Y-комбинатора и при преобразовании этого графа вот такое выражение преобразовывать в это. Да, мы получим циклический граф. Да, не всегда эта рекурсия приведет нас к конечным вычислениям. Может оказаться так, что наше вычисление зациклится. Но в случае, если программа правильная, все будет хорошо. Ну вот, на самом деле, лекции я на этом закончил. Лекции